Термин, появившийся у нас в 18 веке, он, в общем, протестантского происхождения, немецкого происхождения. Он вызывает этот целый комплекс ложных представлений. Это вообще слово какое-то, оксимарон. Мирянин — это тот, кто в миру, вообще, не христианин. Те, кто меня окружают, понимают, что Мирянин — это тот, кто не имеет ни сана, ни пострига. То есть ни туда, ни сюда, значит, Мирянин. Видение вот этих всех вопросов, оно связано и с тем образом церкви, который у нас есть вообще. Вот как мы себя мыслим церковь, в которой мы живем, как мы в ней мыслим себя, как мы в ней мыслим священников. Священникам, как гуру, приходят постоянно на консультации, так сказать, по любому вопросу, даже по каким-то мелочам, с которыми человек может самостоятельно разобраться. Люди крестятся, обеты Богу приносят, делают это зачастую неосознанно, а потом живут совершенно не вспоминая об этих принесенных обетах. Несколько лет назад вышел документ под названием «Об участии верных в Евхаристии». И вот мне кажется, что этот термин очень удачный, верный. Ждут ли от них, что они будут какой-то части объявлять? Ждут ли от них, что они будут созидать церк? Если мы вспомним тексты Нового Завета, мы обратим внимание на то, что ни о каком составе церкви, конечно, там не говорилось. Там говорилось о напоенности духом всех членов народа Божьего и о служении всех.